Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки и Ниндзя Легенды. Да, сегодня среда, но первый ролик я выпускаю только сейчас, потому что, ребята, я болею, я простыл очень сильно, поэтому не обессудьте и не обижайтесь, если не так часто они выходят. При этом, ребята, мне в таком состоянии еще приходится работать, дабы не потерять своих денег, которые мне сильно сейчас нужны. Ну что же, турнир закончился, и завираем свой приз. Сейчас, елки-палки, я все-таки остался в Сегуне, и это круто. Ну что же, ребята, давайте смотреть, что нам отсюда выпадет. 7 700 сюриков, так, 35 ДНК на Рафаэля, 90 золотых осколков и 45 платиновых. Ну что же, я считаю, что это, ребята, хорошо, отличный ревард. Наверное, мы сегодня с вами по максималочке поиграем, я так думаю, да? Пройдем, наверное, все испытания, которые сможем. Так, забираем ревард, поднять уровень персонажа. Так, нам нужно еще, ребят, наверное, пройти одну серию испытаний. Давайте быстренько сейчас мы ее пробежимся. Буквально тут... А, ну да, конечно, нужно же выбрать персонажа, я уже ломанулся. Погоди-ка, давай мы вместо Криса возьмем все-таки, наверное, Стокмана, да? Ну, это дело мы все пропускаем, и, конечно же... Да, ребят, я думаю, что здесь они на автобое довольно быстренько их всех почекрыжат. Ну-ка, давай проверим. Так, Лео. Блин, Зек, опять ты меня подводишь, а? Кстати, Бакстер Стокман тоже не такой сильный, посмотрите. О, Рафаэль берет провокацию, а значит, что сейчас он будет раздавать люлей. Ну-ка, раз. Последний бот остался. Ну, давай, добили. Отличненько. Ну что ж, последняя волна. Сейчас мы с ней быстренько разберемся. Заберем, ребята, с вами весь ревард. У нас будет, наверное, я так понимаю, пять откатов для арены. Этого будет, наверное, достаточно нам. Потому что сегодня мы ее должны пройти быстро. Хотя мы будем с вами очень медленно продвигаться, поверьте мне. Потому что сегодня среда, а это первый видос у меня, ребята, за неделю за эту. До этого я не играл. Так, отлично. Ну что же, мы прошли. Сейчас я все здесь соберу, что мы с вами заслужили. И будем поднимать уровень и также искать ДНК на наших героев. Давай, 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 не томи. Так, ну здесь все отлично. Так, забираем. 35 сюрикенов. Ну и поехали дальше. Нам нужно, во-первых, найти ДНК. И ох, ёпперасэте. Оу. Ядрить колотить, ребятулечки. Я даже сам этого не ждал. Мы можем поднять в ранги. Так, погоди-ка. Мы можем поднять в платиновый ранг. Ёпперасэте. Точно, ребята, ё-моё. Как я мог забыть, что две недели уже истекло. Да, видимо, болезнь на мне хорошо сказалась. Слушайте, ребятулечки. Ну, последний раз, я помню, у нас лидировал зэк. У нас был первым зэк. Второй у нас по голосам был Стокман. Потом Рахзар, как ни странно. И всё, по-моему, больше я никого не помню. Кто-то ещё говорил про Карайку и про Стиранка. Но там буквально, ребята, единицы голосов были. Ну, а самое-самое, конечно, большинство, это голосовало, естественно, за вот этого Микеланджело. Ну, вы сами, ребят, видите. 59 ДНК из 100. В общем, давайте сделаем так. Я сегодня не буду никого поднимать по рангу. Мы ещё разочек с вами проголосуем. Если вы всё-таки скажете, чтобы я... Попросите меня, чтобы я прокачал Микеланджело. Естественно, в Платину. То мы будем с вами ждать. Если же вы думаете, что к этому времени мы ещё успеем с вами накопить, тогда голосуем за любого, ребята, из этих персонажей. Ну что же, а в данный момент мы с вами можем поднять по рангу, да, Рафаэля Космос. Конечно же. Так, развить. Да, ребята, он получает у меня третью бронзовую звезду, и у него открывается новая способность. Сила Кругнарда. Раф берёт пример с Кругнарда, наносит мощный удар по врагу, увеличивает силу атаки на 30%. Вот так-то вот. Ну что же, я думаю, давайте, наверное, пока есть такая возможность, поднимем ему уровень. Ну, давайте до 30-го хватит нам. Сейчас проверим. Отлично. Всё, Рафаэль у нас 30-го уровня. Отличненько. Блин, я как же рад, ребята, что мы с вами кого-то поднимем ещё в платиновый ранг. Блин, это же круто на самом деле. У меня уже будет сколько? Три персонажа? Почему три? Четыре. Да? Четыре персонажа будут платинового ранга. Да, Железная голова, это был последний у нас, кого мы с вами поднимали. Поэтому получается Леонардо, Рафаэль и Железная голова. То есть четвёрка. А потом, если ещё кого-то поднимем, у меня будет чистая пятёрка платиновых персонажей. И мы с вами, наверное, уже будем тогда рвать всех и везде. Так, ну что же, давайте заберём с вами Ревард. Так, сразиться. Да, нам нужно искать ДНК. ДНК мы начнём с Микеланджело, наверное, да, с вами искать. Именно с него. Так, надеюсь, нам повезёт. Потому что, ребята, один раз я как-то искал на него, и у меня три ДНК выпало из трёх попыток. Это, я считаю, вообще великолепно. Ну, а здесь всего лишь две. Но, тем не менее, это тоже хорошо. Плюс у нас, ребята, с вами есть морозильная кошка. Ну, помимо ещё, конечно, Бибопа. Давайте тоже, наверное, на него поищем. Они, ребята, тоже около того, чтобы скоро проапаться. Понимаете? Так, одно ДНК нашли. Дайте ещё, пожалуйста, одно. Во, две ДНК. Отлично. Это у нас на Бибопа. Так, и теперь нам остаётся найти морозильную кошку. Потому что там тоже на неё совсем немножечко осталось. И вот, 75. Ну что же, давай искать. Так, отлично. Одно ДНК есть. Давай второе. Во. А третье дадите мне? Ну, дайте, пожалуйста. Нет, не дают. Это очень редко, ребята, когда получается из трёх попыток вытащить три ДНК. Ну что же, и нам нужно с вами ещё поискать на этого. Мы же с вами кого в последний раз проапали? Бак Старомуху, да? Да, именно его. Поэтому давайте, ребята, попробуем здесь тоже найти на него что-нибудь. Всё-таки он тоже хочет получить пятую золотую звезду. Да, как-то не очень хорошо получилось. Ну ладно, ребят, тем не менее. Всё, забираем здесь все реворды. У нас с вами, как я и говорил, пять откатов. Это для боёвки. Так, теперь я хочу зайти и посмотреть, что у нас на турнирной арене. Это кто у нас? Это, ребята, Донателло, да, будет разыгрываться. Я так понимаю, по-моему, тоже Космос. Нет, не Космос. Или Космос. Подожди, какой же это Донателло? Это Микеланджело у нас, по-моему, ребят. Да, это Микеланджело Космос. Отлично. Вот его тоже, мне, ребят, нету. Поэтому надо рвать, как говорится, одно место, чтобы выбиться в турнире на хорошее место, чтобы получить замечательный реворд. Ну что же, поехали. Начинаем с самых-самых, ребят, с низов. И будет у нас, наверное, Джесс первый, кто должен озвездюлиться. Естественно, я перехожу в самый конец своих героев. И будем начинать с самых низов. Раз, два, три. Поехали. И если сегодня, ребят, все получится удачно, мы с вами пройдем, наверное, еще и испытания. Может быть, не сразу все, но хотя бы одно так точно. И, ребят, не обессудьте, если у меня голос идет в нос, потому что на самом деле все заложено. Наспорг меня достал. Температура. Но все-таки видосик надо снять, ребят, как ни крути. Иначе неделя просто-напросто пролетит у нас впустую. Так, отлично. Давай добьем караечку. Нормуль. Так, ну что? Блин, Рафаэль, хорош. Выеживается мне здесь. Ну что же, первая победа, ребята. Все у нас удачно. И мы с вами дальше будем продвигаться. Так. Какую нам, ребята, позицию дадут? Ну, воин, две звезды. Погоди. А что сейчас было? Ага, нас всего лишь передвинули на воине на 45-ю позицию. А с чего вдруг так кисленько? Видно уже, ребят, там все плотничком, понимаете? Там уже нет таких разгульных мест, где я могу просто рвать и метать. Нет, придется все это дело проходить там, естественно, с боем. Ну ладно. А раз они на это подписываются, мы будем, ребята, играть по их правилам. Так, ну что? Тут Бакстер Стопман у нас, да? Я смотрю, Ванька-Стиранка и Кирби. Ну, поехали со Стиранка начнем. Звезда него маленькая. Оу, неплохо. Так, ну что? Дай бивочный. Так, Ванюша, извини. Пора тебе отдохнуть. Так, а теперь давай попробуем Кирби вот этим вот ударом бомбануть. Ух ты, выжил. Смотри-ка, ребят. Ну, как вы видите, они ничего мне не могут сделать. Они 16-го уровня, а у меня персонажи, ну, кроме Леонардо. Леонардо 20-го уровня. Но, тем не менее, он должен добить. Да. Отлично. Ну что же, продвигаемся с вами дальше. Сегодня все герои у меня должны, в принципе, будут отыграть. Может быть, даже нам не придется с вами тратить откаты. Так, 92-я позиция. Да, вы заметили, что намного-намного, ребята, медленнее мы с вами поднимаемся по рангу. Но это все из-за того, что... Так, погоди-ка. Давай мы определимся, наверное, вот с этими ребятулями. Да? Андре. Ну что же, Андре. Почему, ребята, медленно мы с вами продвигаемся? Потому что сегодня среда, еще раз повторяю. И, грубо говоря, полнедели прошло. Естественно, там все места уже забиты. Уже, как говорится, команды сформированы. Но сформированы, и нам приходится вот именно уже драться с нормальными. Не с какими-то там первоначальными бойцами, а уже с серьезными. Так. Оу, Кирби неплохо зарядили. Давай так сделаем. Так, Леонардо, успокойся, пожалуйста. Ну. Ау, смотри, Баксер вызывает Маузеров. Хе, это разве удар? Это, ребят, для нас щекоточки просто-напросто. Ну-ка. Почти. Ну что, последний добивочный. Ну, естественно, у нас от Рокстеди прошел удар. И мы с вами, ребята, продвигаемся дальше. Я хочу, конечно, добраться хотя бы сегодня до Самураев. Я уже не знаю, получится у нас это или нет. Но вы прекрасно видите, что мы 51-ю позицию на Войне 2 звезды. Обычно, ребят, мы с вами при старте, да, где-то за 2-3 боя уже находимся на... Ну, не на Лиге Войнов, а какая там уже, я забыл. На Лиге, хотел сказать, Мастеров. Ну, вы, в общем, поняли меня, да? Продвигаемся мы там всегда быстрее. А сейчас будет все достаточно медленно. Ну что, давайте возьмем Леонардо Космос, да? С Шенигами и Донателло. Поехали. Попробуем. А Шенигами у нас что, я не понимаю? Типа, какая-то ведьмочка, да? Она у нас не бежит почему-то, а перелетает в виде призрака. А ну-ка, звезданемка по Леонардо. Хоба! Воу! Просто ложим этих ребят с удара. Отлично. Так, давай. Иногда, ребята, могут быть такие небольшие паузы. Просто этот кашель меня запаривает. Мне приходится, ребят, постоянно откашиваться. Но я же не буду это делать при вас. Поэтому буду вырезать эти моменты. Ну что же, у нас 15-я позиция. Поехали. Так, сейчас нам кого бы разобрать-то. Я, конечно, хочу как можно быстрее подняться вверх. Но в то же время я понимаю, что мне нужно отыграть всех моих ребятушек. Так что, Моисес, а, Моисес, вот. Давайте-ка с ним попробуем. Выбираем кого. Тихо, подожди, не спеши. Так, Роквелл, Донателло и Рафаэль. Ну, я думаю, что этого будет достаточно. Они у меня пока все 30-го уровня. А там 16-й, да? Я думаю, никаких проблем не будет. Так, Макман, Леонардо и Карайка у нас здесь. Так, Карайочка начинает Кунае бросать. И зря она это сделала, конечно. Конечно, как понимаете, ничего ей не поможет в этой ситуации. Так, Макман, пора лежать. Вот так вот. Давай, наверное, с Леонардо начнем. Он, наверное, будет... Нет, я думал, честно говоря, что он сейчас захиляется. Но нет, он стал бомбить. Вау. Так, Донни уложил Леонардо. И дальше уже остается только Лич Карайка у нас. Ну, сами понимаете, что шансов у нее, конечно же, нету. Хе-хе, Роквелл танцует тут. Ну что же, мы продвигаемся с вами дальше. Проехали. Посмотрим. А, ну, ребят, мы на Воин 3 звезды как минимум уже перебрались. 84-я позиция. Замечательно. Двигаемся с вами тогда далее. Так, уже 4 персонажа, да? Хорошо, я возьму, пожалуй-ка... Женя. Во. Не будем, как говорится, долго здесь рассусоливаться, да? Возьмем Женьку и будем с ним драться. Опять у меня... У меня очень, ребята, много персонажей 30-го уровня. Очень много. Надо что-то с этим делать. Надо как-то их повышать. Хе-хе, Пит так бежит. Хе-хе, хламон. Ой, чудик. Только сейчас почему-то заметил. Ладно, давай начнем с этого удара. Бумс. Просто с удара, ребят, Карайк показал. Так, ну-ка, давай-ка, Кейси Джонс, бомбани, шайбой по нему. Бум, Крис Брэдфорд падает. Так, а что это такое, ребят, забыл? Вау. Так, он ничего... Ох! Гидрительно! Ничего себе, ребята. Ха-ха-ха. Вот это он вжарил, да? Таким этим мечом. Так, Макман плюется, но это все ерунда. Сейчас-сейчас мы с вами разберемся вначале с Эйприл, а потом уже будем и Макмана разбирать. Ну-ка, добьем? Нет. Нет, не добили почему-то. Ну что же, в любом случае, ребят, мы с вами прошли этот бой, и мы с вами двигаемся далее. Как я говорил, сегодня цель наша дойти, попытаться, по крайней мере, до Лиги Самураев. Но мне что-то подсказывает, что мы с вами будем долго и тернисто идти этот путь. Так, Лига Воинов, да? Ага, Лига Элиты. Лига Элиты. Может быть, нам... Давайте, ребят, начнем с Лиги Элиты. Чтобы как-то быстрее нам продвигаться, потому что тут 23 уровни, да? А у нас здесь все равно 30. Рискованно, но я все-таки попробую сделать такой шаг. Мы должны его подбить. Вражину этого, да? Так, ну что, для начала, наверное, давай по карайке бомбанем. Если постепенку повесим, будет хорошо. Отлично. Ну, это нормально, ребят. Так, слушай, теперь давай, наверное, Рафаэля, потому что я знаю, что он будет хилять. Как пить дать будет хилять, если, конечно, он успеет. Ну-ка. Блокируем? Нет, не заблокировали. Ну вот, о чем я вам и говорил. Он, естественно, хиляет. Кстати, не так сильно. Крис Брэдфорд вешает усиление атаки. И контратака у нас повесилась на Рафаэля. Ну что же, давай попробуем тогда метнуть в него Саи. Бумс. Как говорится, старший брат завалил младшего. Ха-ха. Так, ну что, добьем, интересно, или нет, Макриса? Нет, не получается пока. И остается Леонардо Фильм. Ну, давай тогда так его пощекочем. Да что ж такое-то. По каждому, ребята, пришлось нанести по три удара. То есть враг уже такой довольно-таки сильный идет. Но, тем не менее, у нас идеальная победа. Все бонусы при нас, как говорится. И мы с вами должны быстрее продвигаться повыше. Ну-ка, смотрим. Да, ребята, мы с вами уже в элите находимся. Фух. Но боев еще у нас очень много. Кстати, у нас монеток, 72 штуки. Значит, мы сможем с вами купить 3 ДНК на Донателло Космос. Кого нам здесь взять? Ну, я думаю, что, наверное, Джавьера, да? Возьмем. Потому что у него более-менее слабенькие персонажи. 25 уровень. А у нас все еще 30-ники выступают. Ну, я, ребята, здесь боюсь за Саблезуба и за Джастина. Мне кажется, что они вот самые слабые в этой вот четверке. Так, давай-ка мы, наверное... Ну, Леонардо так Леонардо. Фиг с ним. Раз у нас повышенная по нему атака. Так, хорош, хорош. Черт подери, повесил все-таки, а, ребята, постепенный урон. Так, этот критует и ускоряет, да? Точно. Слушай, мне это не нравится уже. Ну-ка, массовый плевок от Джастина. Эээ, что-то ничего не получилось. Слушай, может быть, нам с вами... Давайте я, короче, возьму провокацию на Крипа. Так уж и быть. Блин, надо было, наверное, все-таки на Острозуба брать. Ну, фиг с ним. Может быть, у нас все получится сейчас. А, отлично, ребята. Все пока происходит у нас хорошо. И единственное, что меня смущает, это вот как раз постепенный урон, который висит у нас на Саблезубе. Так, защиту понизили. Хорошо. Так, Джастин, добей Мандагека. И теперь, наверное, все-таки надо нам... Да, Микеланджел, потому что он может захиляться. Мы не должны ему позволить этого делать. Да успокойся ты уже, а, Карайка. Хорош. А что, постепенный урон? Да, ребят, три... Три хода действуют, постепенный урон. Все, нормуль. Никого не потеряли, значит, мы с вами получаем полный бонус и, естественно, продвигаемся дальше. Сейчас посмотрим, куда нас прыганут. Ну, покажите мне, пожалуйста, 96-я была и становится... Давай 50-я. Ага, фигушки там, 62-я, ребят. Позиция. Ой, долго-долго мы с вами будем двигаться. Ну что ж, тогда берем по максималке. И я вот вижу, ребята, здесь Минздрав. Хе-хе-хе-хе. Минздрав. Ну что ж, давай поддеремся с тобой, Минздравчик. Так, во-первых, мы возьмем с вами раз, два, три. И одного более-менее крепкого парня. И это будет у нас Донателло. Пускай он потом свои сюрикены бросит. Да? И, как говорится, накажет, наверное, всех. Хотя тут Рафаэль с провокацией. Фиг его знает, что у нас здесь получится. Так, белочка моя. Оп. Ну, неплохо пол-ХП у стиранка забрала. Так, на кого? Ага, на Ксевера, да? Теперь массовая атака от Микеланджело. Ммм, что же будешь делать? Ну, давай вот так вот, ребята, сделаем. Пробафаемся. Нет, не пробафались. Мы понизили защиту. Что же, это нам выгодно. Ну-ка попробуем через Донателло сыграть. Ёлки-топалки. Я думал, честно говоря, будет лучше намного. Ну, Ваню уже нету здесь, в этом коллективе. Провокацию взял. Вот гад, а. Вот это ты гаденыш, конечно. Так, мы увидели, ребята, у него маленький шанс на контратаку. Так что живем. Минус. Так, и давай, наверное, теперь... Ээээ, да. Я думаю, что Микеланджело лучше нам добить. Ммм, не получилось. Отлично. И теперь старшего Микеланджело из фильма будем бомбить с вами. Да отойди ты. Ну-ка, ножичками его подчекай. Тынь-тынь-тынь. Нет, не упал. А теперь упал. Никуда он, как говорится, не денется из наших лап. Ну что же, ребята, все идеально пока идет. Продвигаемся с вами дальше. Четыре персонажа у нас отыгрываются. Должно быть пять. Так, ну что, бонусный мотаген. Все, мы это с вами получили. Продвигаемся далее. Двадцать девятое место. Двадцать девятое место. Это в элите одна звезда. Медленно, конечно, мы с вами продвигаемся. О, смотрите-ка. Кто тут? Гумберто. Гумберто. Ладно, ребята. Я хочу просто, чтобы быстрее уже было пять персонажей. На самом деле. Раз, два, три, четыре. Кстати, смотрите. У них здесь двадцать пятый, двадцать восьмый уровни, да? А я уже сороковые использую. То есть, вы можете представить, что будет там на верхушке. На самой верхней позиции. Так, ну-ка, кабанчик. Оп. Хорошо ты его. Прижухал. Так, минус, как говорится. Ну-ка, давай вот так вот. Станцуем. Тинь-деринь-деринь-деринь. Хе-хе. Крит удар. А эти вот так вот. С разбега. Ммм. Хорош, Лео. Завязывай давай со своим отхилом здесь. Так. Провокацию берет, да? Ну, ладно. Псевдогерой. Сейчас мы тебя немножечко здесь распишем. Почти пол за руи отняли. Морозильное окошко. Нет, это жидко было сейчас в данный момент. Давай пробивным. Бум. Не получается что-то у нас. Так, все, ребят. Давайте теперь, наверное, карайку будем брать в оборот. Потому что, мне кажется, она ватнее будет, чем Леонардо. Так, отличненько. Все. А теперь и этого паренька будем добивать. Бум такой, да? По морде, по морде. Потом еще и по коленочке ему дал. Так, хорош. Боже, успокойся, родной мой. На-ка, выкуси. Ну что же. И тут все у нас тоже, ребята, идеально идет. Мы с вами продвигаемся дальше. Морозильная кошка. Меня добивает у нее, ребята. Я так понимаю, у него морозильник, да? На пропеллере. Ха-ха. Морозильная камера. И вот мы добрались с вами до элиты две звезды. Погнали. Так, ну вот, ребята, уже и пять персонажей у нас будет отыгрываться в этих раундах. И начну я, пожалуй, наверное, с Ягонат. Ягонат. Елки-палки, точно так прозваться-то. Мне хочется, конечно, вырунуться, но я не буду. Ягонат. Хе-хе-хе. Ну что же. Берем вот этих вот, ребят, сорокового уровня. И посмотрите против нас, какой уровень. Двадцать седьмой против сорокового. Да я тут, наверное, с одной плюшки сейчас всех уложу. Наверное. Попробуем. Ну-ка. Ага, с одной плюшки. Ну-ка, давай-ка, Лео Бомбани. Нет, ребята, не все так просто, как я думал. Не хотят они сдаваться. Вау. Мотогеноид просто один разочек ударил по земле, и они все упали. Ну что же, замечательно. Мы с вами продвигаемся далее. Здесь, кстати, должно быть намного все быстрее пойти, потому что уже пять персонажей, дают, соответственно, больше кубков, и с вами мы быстрее здесь должны подниматься по рангу. Так. Лена или Нена? По-моему, Лена, да, ребят? Давайте, наверное, возьмем Лену. Я хочу с Ленкой подраться. Я надеюсь, она не будет против. Так. И берем вот этих вот своих ребятулечек. Тут был со Шредер. Ой-ой-ой-ой. Если Усаги попадает в какую-то из наших команд, то эта команда уже, ребята, на 80% выигрышная. Даже несмотря на то, что враг будет нас сильнее. Так, ну-ка. Ядрить на корень? Что тут происходит? Хе-хе. Просто полотряда уже положили. Ну, не положили, ребят. По крайней мере, разобрали. И посмотрите, сколько у них здоровья у всех осталось. То есть, одна массовая атака, и им всем хана. Так, хана минус. Ну-ка, попробуем. Слэш. Лео подбит. Так, что он тут делает? Ага, массовая атака от кроликов, которая вообще ничего нам не делает. И добиваем, наверное, с вами... Да, Донателло. Шикарно мы с вами продвигаемся. Мне очень нравится, как сегодня мы выступаем. Но это, ребята, только начало. У нас еще будут ежедневные испытания. Так, что сейчас мы дойдем до своего предела и переключаться будем. Ну, слушайте, ну вот, после этого боя, я думаю, мы с вами попадем в элиту 3 звезды. Как ни крути, как бы он не сопротивлялся, у нас все будет четенько. И будет это у нас Руслан. Руслан Белый. Ладно, поехали, ребят. Так, секунду. Давай-ка вот эти вот ребятулечка реализуем. Кстати, у него уже здесь 30-й уровень. Но все равно у нас на 15 левлов сильнее персонажа. Так, что без вариантов, согласитесь. Причем здесь две Эйприл у нас. Эйприл обычная и Эйприл Кунаичи. Вау, я думаю, что вот после вот этой плюшки они сейчас упадут все. Блин, да почему у них все так кажется и не получается? Да, я был уверен, что они упадут все. Но не тут-то было. Ладно, в любом случае, итог вам виден. И мы с вами продвигаемся. В 3 звезды. А дальше-то как мы там, я не знаю, до самураев? Есть, наверное, только одна звезда у нас будет. И то не факт. 84 место, ребят. Хм. Я беру максимальных персонажей по, я имею ввиду, по кубкам, по рангам. Но, как видите, здесь абсолютно все одинаковые в данный момент. И давай-ка мы, наверное, с Эдуардом. Или с Серегой, с Денисом. Все наши. Давайте, наверное, с Эдуардом. Редкое имя, поэтому будем драться с ним. А у меня уже пошли полтинники. У него 33 уровень, а у меня полтосики. Так что, естественно, ребята, вообще на одном дыхании просто здесь с вами проходим. Давай вот так вот. Хоп. Не упал. А если плевок? Тоже не упал. Блин. Бакстер, муха у нас почему-то слабоват, конечно. В этом деле. По плевкам, да? Отлично. И добивочная, наверное, будет все-таки от крысиного короля у нас. Ах, ты смотри-ка, Рок, кстати, выжил. Странно. У него, наверное, ребята, повышенный иммунитет, да? Против крысиного короля. Поэтому он умудрился как-то выжить. Так, ну что же, давай посмотрим, куда нас сейчас киданут. 50-е место. Во, 52-е. Отлично. Значит, еще два боя, и все у нас будет в шляпе. Так, давай возьмем, наверное, мы сон. Ах, этот сон грядущий. Блин, персонажей у меня, ребят, все меньше и меньше и меньше становится. Да. Еще, наверное, как минимум два боя у нас произойдет. И я все-таки в самурае должен продвинуться, как ни крути. Так, ну что, давай танцпол врубим. Хотя он здесь нафиг не нужен, на самом деле. Против 31-го уровня-то. Так, паутинку от паукуса. И вот так, наверное, да? Все. Найсово. Найсово, а то по-другому не скажешь. Так, ну что, каточка была изи, так что двигаемся с вами дальше. Там уже сейчас, естественно, пойдут элитники. Так что будет полный звездец. 22-я позиция. Блин, что так жиденько-то, эй. Давай-ка, наверное, возьмем вот этих вот ребят. Это у нас Джеймс. Раз, два, три, четыре, пять. И тут остается раз, два, три. А тут шесть. Брасоте. Блин, а что делать тогда будем? Хотелось бы, конечно, все бои, бои всех персонажей отыграть. Но, видимо, не судьба. Так. Давай, наверное, будем бомбить, ребята. Не буду я здесь в провокацию вставать. Просто незачем. В любом случае мы их здесь разберем. А вот они меня вряд ли. И добивочный от Змей Кавюна. Да. Ну что же, все хорошо. Сейчас мы берем еще свой. А мы можем, знаете, что сделать? Немножко поумнее и похитрее. Мы можем... У нас шесть персонажей, да? Так. Да, ребята. Как я вам и обещал. Лига Самураев все-таки у нас в кармане. Мы можем с вами сделать немножечко похитрее. Так. Возьмем, наверное, я... Давай-ка вот этого, да? Наверное, Эдуарда опять. Раз, два, три. Ну, предположим, да? И возьмем... Ну, Змей Кавюна. Хорошо, вот так вот. Я его взял, ребята, только лишь для того, чтобы нам досталось побольше кубков. Можно было бы и тремя персонажами сыграть. Ну, для пятерых я пожалел, ребята, от карты, на самом деле. Так. Минус. Давай добивать. И вот этого Ахламона тоже. Ну что, ребята? Четырьмя персонажами мы с вами отыграли. Давай посмотрим, что у нас тут сейчас выйдет. И куда нас подкинут. Если подкинут вообще. Девяностое было место, да? И становится... Семьдесят второе. Слушай, ну есть смысл, на самом деле, еще разок так провернуть. Так, по максималке берем вот этого паренька, да? Раз, два, три. И возьмем, наверное, с вами Зека. Все. Два отката, ребята, я потратил. Но еще раз повторю, только для того, чтобы набить как можно больше себе кубков. А пятерых не стал брать, потому что мне жалко тратить откаты. Изейших вот этих вот ребят. Вау, минус два сразу же. Ну и вертушка, естественно, тут их всех похоронят. Сразу же. Все, ребята, можно сказать, что с ареной на сегодня у нас покончено. И мы с вами переходим на ежедневные испытания, которые надо посмотреть, что там, кстати, еще будет. Так, семьдесят второе. Наверное, пятидесятое место будет у нас. Пятьдесят четвертое. Ну ладно, тоже неплохо, я считаю. Так, давайте, ребята, сбегаем с вами в магазин. В предметы. Ага. Тут можно, смотрите, ребята, во. Вот неплохо, кстати, Рафаэля надо прикупить немножко. И вот у нас, ребят, жетончики. Как вы помните, мы с вами Донателло Космос. Хотим получить, поэтому тратим, естественно, все на него. Так, по этим жетонам у нас сколько? 385, но этого очень мало. Так что можно даже с этим не заморачиваться. Так, ну что, переходим. Кстати, надо будет эти жетоны. Но я потом за кадром это все сделаю, чтобы вас не нервировать. И у нас, ребята, испытания. Смотрим. Городская война, тени на солнце и сцены насилия. Ну что, я думаю, наверное, начать надо нам именно со сцен насилия. Поехали, ребят. Дают мне... Ну, слушай, ну неплохих героев мне дали, на самом деле. Практически элиту. Три моих платиновых персонажа полностью находятся вот в этой команде. Так что поехали. Автобой нам в помощь. На первых порах, ребята, все это будет разбираться именно так. А вы не забудьте, ребят, проголосовать, кого мы с вами будем поднимать в платиновый ранг. Либо тех персонажей, которых уже можем, либо нам действительно придется очень-очень долго ждать, когда я прокачаю себе Микеланджело, и только тогда мы сможем его поднять. Не забываем, ребятулечки. Каждый голос учитывается. Так, поехали. Третья заключительная волна. Ну, она и здесь, естественно. Они тут всех с удара просто разберут. Как говорится, к бабке не ходи. Последний маузер, да. Отлично все у нас сработано, сыграно. Надеюсь, сыра у нас тут будет предостаточно, чтобы пройти и это, и следующее испытание. Хотя я в этом не уверен на 100%. Ну что же, ребята, Кейси Джонс нам выпадает, и следующее это будет Донателло. Естественно, ДНК на Донателло мне здесь тоже нужны. ДНК нам не нужны, знаете, на кого? Кто уже в платиновом ранге? Или, по крайней мере, в золотом пятизвездочном ранге. На тех можно не искать. Единственное, что когда мы ищем, да, мы эти ДНК невостребованные меняем с вами на сюрикены. Ну, а сюрикены это, как говорится, местная валюта, за которую мы можем с вами приобретать ДНК для других любых персонажей. Так что они тоже имеют смысл быть. Так, разобрали Ахламона. Этого тоже подчекали. Ну, тут все и здесь же. Понятное дело, ребят. Волна третья. Даже можно, в принципе, это все и вырезать. Но не буду. Из принципа не буду. Просто пускай, ребята, они бомбят здесь. Я просто люблю смотреть, наслаждаться, как мои герои разбирают вот этих вот соплячков 20-го уровня. Так, ну что же, это был 20-й, да? Следующий бой, наверное, будет 30-й уровень. То есть, это получается, мы на седьмой боевке где-то с вами уже подключимся. Да? Так, Данателло ДНК. Отлично. Ну, Рафаэль не особо как бы. А вот этот вот Микеланджело мне, ребята, нужен. Пригодится. Мы же его с вами качаем, да? Именно его. Поэтому нам любое ДНК на него пригодится. Кстати, можно будет даже немножечко, наверное, пофармить. Хотя не вариант. Нам нужен будет сыр. А сейчас посмотрим. Мы определимся сейчас, ребята, что нам с вами делать. Посмотрим по сыру. Сколько у нас останется, да? И можно будет, в принципе, все распределить. Можно будет даже в испытании во вторую зайти. Докуда мы там дойдем с вами. А остальное просто спустить. Так, подбили. Подбили. Последняя волна, заключительная здесь у нас. Ах, елки-палки. Ребята, че я тут губежки-то раскатил? Мы же прекрасно помним эти уровни. Это же здесь у нас будет маузер, да? Босс большой. Да-да-да, именно здесь. Поэтому мы не сможем пройти с вами это испытание полностью. Даже если могли бы. Потому что здесь баг. Багованный босс, к сожалению. И ничего с этим сделать нельзя. Я уже чего только не пробовал. Как не экспериментировал. Ни шиша не получается. Ну что же, сороковые уровни. Причем эти ребятушки здесь находятся в бронзе. Ну, по крайней мере, вот эти вот боты. Так, клан футовцы, да? Молодцы. Забомбили. Так, ну они уже, ребята, как вы помните, с первой попытки не падают. Потому что у них есть какой-то иммунитет от смерти. Вот. А вот зачем ты это делаешь, а? Майки. Я не понимаю. Зачем ты вот это вот вешаешь на себя? У нас ни у кого, как говорится, ничего нету. Так, тихо. А он почему-то все равно, ребят, применяет эту штуку. Он обычно снимает негатив весь. Вот этим движением своим. Так. Добили. Приходится, ребят, по два раза, да, бомбить. У него, смотрите, видите? Жизнь, когда остается одна палочка. У него почему-то срабатывает какая-то фигня, видите, да? И он не погибает. Так, черт, по-моему, сейчас буду дохать опять. На самом деле, очень серьезный кашель. Я даже не знаю, ребят, может быть, даже бронхи простыл. Очень хреново. Аж, блин, в жар бросило. Хух. Ладно, продолжаем играть. Так. А, у них здесь еще и защита стоит. Еббарсоте. Блин, как же мне хреновенько-то, а? Хух. Так. Ну, сейчас мы этого разберем. Чингачгука. Да что ты делаешь-то? Хорош, что успокойся, е-мое. Так, давай, давай, ребятулечки. Понапряглись. Минус. Отлично пошло. Минус Маузер. Второй Маузер тоже минус. И Донателла. Ну? Да что ж такое-то? Ну, что ты там выеживаешься-то? Ха-ха-ха. Что у тебя там снято? Я не пойму. Снято у него. Так, сейчас у нас босс, что ли, по-моему, будет, да, ребята? Да, первый босс. Он у нас не страшный. Мы его сейчас быстренько буквально заколбасим. Он даже не успеет тут, по-моему, гаркнуть у нас. Ну-ка. Так, ну зачем? Микеланджел, вот второй раз ты тупишь. Зачем ты это делаешь? Так. Ударили. Все, ребятули. Отлично. Мы здесь с вами прошли. Максималка у нас докуда? По-моему, предпоследний ранг. Да, у нас. Мы там, по-моему, зависаем. Или даже на самом последнем. Так, ну что же, вот и еще, ну, халявная ДНК на нашего любимого Микеланджело. Так, здесь у нас тоже Микеланджело, но это уже из комиксов. Так что давайте, ребята, поехали. Сыра у нас 54 штучки. Соответственно, мы здесь тратим, и их становится, наверное, меньше. Так, 4 волны. Естественно, ребята, я опять же включаю автобой, потому что здесь особых проблем никаких не должно возникнуть вообще. Так, 50 уровней, да? Единственное, кто у меня может пострадать, это Микеланджело. Да, ребята. Который у нас под Робин Гудом якобы косит. Да что ж такое-то? Так, минус. И Маузера добили. Отличненько. Продвигаемся с вами дальше. Тут 4 волны. Не забываем об этом. Так, 2 Маузера и 2 Клан Футовца. Так, ну, повышенная атака, поэтому все хорошо здесь идет у нас. Я все-таки, ребята, боюсь за нашего Микеланджело. Ага, они специально, ребята, начинают вот это делать. Они специально его атакуют. Потому что здесь алгоритм игры, я так заметил, всегда атаковать самого, блин, слабенького надо. Так, ну что, 3 волна. Ну, здесь 2 Маузера и 3 Клан Футовца. Мы с ними, ребята, быстренько сейчас, в принципе, разберем. Ааа, разобрались, конечно. На-ка, получи. Что же у них за фигня-то такая стоит, что мы не можем, ребята, их с первой попытки убить. Опа, заблокировали способность. И сейчас, по-моему, они его добьют. Если Леонардо не сделает отхил, то, скорее всего, мы потеряем с вами Микеланджело. Так, на 4 волну переходим. И дай-ка я попробую здесь сам разрулить, если у меня что-то получится, конечно, в этом случае. Во-первых, вот так вот мы с вами возьмем провокацию на Рафаэля. Я просто хочу сохранить Микеланджело жизнь. Давай сделаем так же танцпол себе. Отлично. Так, ну, сейчас будет, конечно же, Рафаэль у нас тут разбираться. Причем с жесткой форме. Так, делаем отхил. Ну, почему, ребята, вот так вот мало захилял? Я не могу понять этого. Тудуч. Так, давай-ка попробуем атаку сделать. Массовая атака. Понизили мы им атаку. Отлично, ребята. Он должен, в принципе, добить всех. Так, что это такое? Провокацию он взял. Хорошо. Предположим. Так, ну тебе, Рафаэль, капсдарики на самом деле. Все. И попробуем, ребята, добить. Нет, не вышло. Давай вот так вот. Свертухана. Бу. А, ну да, конечно, у него уже защита от смерти неминуемой была. Ну, в любом случае, мы его разобрали. Что же, мы продвигаемся дальше. По-моему, вот как раз на этом, на втором боссе у нас, ребята, завесонный происходит. Слушайте, ну мне нравится, как вот выглядят Микеланджело вот эти вот оригинальные, да? Микеланджело не имеет значения. Леонардо. Прорисовка такая классная. Хоть и черно-белая. Ну что, будем идти, наверное, за Рафаэлем, да? Поехали, ребятулечки. 55-й уровень, да? Против нас выступает. Естественно, Микеланджело тут вообще под большим-большим вопросом. Останется ли жить у нас в этой команде или нет? Так. Вау, Рафаэль, ты молодец, ты крут. Давай будем просто бомбить. Будем просто бомбить, я не хочу... Ага. Вот так он сделал. Это хорошо для нас, ребят, что он так вот сделал, что он начал атаковать именно железную голову, потому что ему-то все равно все нипочем. Так, переходим на вторую волну. Смотрим, кто у нас тут будет. Два Маузера и два Кланфутовца. Ладно, попробуем прижарить. Ну, неплохо, я считаю. Так, давай-ка так сделаем. Можно, в принципе, потратить, ребята, и вертушку. Но, опять же, эти Кланфутовцы, они выживут. Они выживут. А вот Маузеры, да, просто рассыпаются тут. Так, тихо, не надо трогать мне, пожалуйста, Микеланджело. Не надо его трогать. Провокацию я не хочу брать. И я думаю, мы его вот так, ребята, уложим. Раз, и добивочный от Майки. Да. Третья волна. И смотрим, что у нас тут. Так, ну, ребят, повторение. Мать учения, да, как говорится. Давай сделаем танцпольчик с вами. Уворот на уклонение. Захил стоит ли делать? Я думаю, что не стоит. Я с этими сосунками попробую справиться сейчас сам. Они, тем более, мажут. Даже по Микеланджело, ребятам, мажут. А, круто. Поехали тогда разбор полетов делать. Так, бомбанем разочек сюда, да? Ага, почему-то этот сразу погиб. Странно как-то. А ну-ка, добей. Нормуль. И четвертая волна. По-моему, босс опять, да, ребят? Нет, не босс. Тут у нас черепашонки. Причем только три, брата. Ладно, хорошо. Давай я возьму провокацию. Что я тут буду тютюкаться с ними, да? Будем через провокацию с вами играть. И можно... Нет, не будем мы так делать. Давай поджарим лучше его. Два провокатора нам сейчас в данный момент просто, ну, ни к чему. Ммм, меткость понизили. Хорошо. Давай я все-таки маленечко хильнусь. На всякий случай. Вот. Мне кажется, что Микеланджело вот этот вот хиляет лучше, чем у меня Леонардо. Потому что, ну, посмотрите сами, сколько было здоровья и сколько стало. Так, вертушка. Хоп. И два черепашонка у нас осталось живых. Оскорбление он сделал, да? В провокацию. Он думает, что это ему поможет как-то. Нет, ребят. Никак его это не спасет. И мы с вами проходим дальше. Слушайте, вот, по-моему, сейчас как раз будет у нас тот самый Маузер, на котором у нас постоянно вылетает с вами игра. Чего? Погоди-ка. А с какого вдруг перепуга? Понятно, ребята. Вот это я лопухнулся. Вот это я лопухнулся. Я сейчас только что сыграл, ребята, два раза в один тот же уровень. Пипец. Вот что значит невнимательность. Офигеть. Блин, вот это лопухнулся я. Так, ладно, хорошо. Это позволительно, ребят. С кем может я болею? Я не сосредоточен. Так, ну что? Ать, мимо. Отлично. Ну, поехали будем уже их так колбасить уже. Налево и направо шинковать. Надо было мне вообще-то Маузера, наверное, бомбануть. Ну-ка давай. Ага, добили. Так, клан Футовиц. А ну-ка, вот так вот если... Ну, меткость, ребята, в любом случае на нем... Ага, уже слетела. На один ход дается всего лишь понижение меткости. Это хреновенько. Так, вторая волна. Кто у нас тут? Ну, в принципе, ребят, ерунда. Давай вот так вот бомбанем. Перич. Блин, я, честно говоря, думал, что Маузер этот упадет, но он не упал. Во! Майки отработал отлично, солидно. И у нас третья волна. Так, что нам здесь сделать? Я даже не знаю, ребят, что нам тут сделать. А вертушка, да? Почему бы и нет-то? А ну-ка. Вот жулики. Они сейчас разберут Микеланджело мне. Как пить дать разберут. Хай, говнюки, а. Да, все так и произошло. Мощные, конечно, у них атаки. Ну, а здесь, ребят, они больше никого не обидят. Ага. Так, пора, ребят, с этим завязывать. Ну-ка, пробуем. Блин, я не понимаю, ребят. А, у них же 65-й уровень. Ёлки-то, полки. 65-й уровень. Так, хорошо. Давай добьем. И остается лишь Донателло. Так, сейчас мы его, ребят, должны пробить, по идее. Давай так вот сделаем. И куда мы с вами попадаем. Ай, босс. Ребят, я надеюсь, что все-таки не этот босс у нас подглючивает. Уж очень сильно хочу на это надеяться. Давайте попробуем как можно быстрее его разобрать. Получится ли у меня разобрать его как можно быстрее? Это уже, ребят, неизвестно. Так, ползару я остался. Попробую его прожечь. Постепенно урон я берет. И смотрим. Да. Ну что, ребята, как вы поняли, именно на том боссе у меня все и вылетает. Блин, обидно-то. Прям нет слов. Ну что же, тогда давайте проходить испытание, которое называется Городская война. Тени на солнце. Так, Карайка, Донателло, Морозильная кошка. Ну, в принципе, здесь тоже неплохие, ребят, бойцы. Давайте за них поборемся. Так, кого нам дадут? Ага. Ну, не то, чтобы я хотел. Но, тем не менее, ребят, тоже неплохая команда. По крайней мере, 70-го уровня. И это уже хорошо. Так, врубаем, ребят, здесь автобой. Потому что они тут, естественно, их всех подчекрыжат. Без проблем, без каких-то. Так, о, бронированные тараканы. Кстати, надо будет как-то посмотреть эти, как достижения. За что нам там должны будут еще дать карточки на Шреддера. Потому что там мутагентных всяких белок надо убивать. Те же самых бронированных тараканов. Но я, честно говоря, не понял, в каком количестве и сколько штук. А где эти достижения еще и смотреть? Я тоже не помню, ребят, на самом деле. Так, по-моему, когда... Так, забираем. По-моему, когда... Секунду, сейчас я посмотрю. Сейчас мы посмотрим с вами. Так, мы не в сюжетке, да? И не в приключениях, по-моему. А, вот, ребят, достижения. Так, победите крэнгодроидов, которых нужно победить 500 штук. Крэнгпилотов, органических тараканов. То есть, на самом деле, тут еще дофига, ребят, достижений. Но что-то они как-то не алло. Слишком-слишком все это долго у нас идет. Ладно. Времени у нас еще предостаточно. Так что успеем, наверное, мы с вами все это сделать. Ну что же. У нас Донателло, ребята. ДНК разыгрывается. Так что давайте будем его зарабатывать. Кто это такие? Что это за олухи? Стоят тут с пушечками, с пукалками, со своими тут на меня выставились. Ладно, ребят, естественно, они все будут падать здесь с удара. Кстати, вы напишите мне в кометах, стоит ли, ребята, вот здесь вот вырезать все это дело. Как говорится, быстрый проход делать, чтобы мы на маленьких просто-напросто с вами не отвлекались. Или оставлять все как есть. Так, что у нас тут? Донателло. Ага, Рафаэль. Бумс, Донателло упал. Рафик тоже. Ну и, соответственно, начинаем разбирать этих дроидов. Все, и зикатка. Естественно, и зикатка. 20 уровень, что он тут против нас делать? Вот, ничего. Но зато мы с вами зарабатываем ДНК. На ДНК нам, конечно же, нужны. А тем более на Донателло. Так же, как и на морозильную кошку, между прочим. Ну что, ребята, 35 уровень против нас выеживается. Так что давайте попробуем расколбасить, расчекрыжить их. Пумп, просто спинка. Мне почему-то кажется, что большинство хотело бы, чтобы я пропал либо Бакстера, да, вплатил в Иран, либо все-таки зэка. Хм, мне вот интересно, за кого же вы все-таки проголосуете? Ну, помимо Микеланджело, естественно. Так, давай смотреть здесь. Третья волна заключительная, ребята. У нас здесь Микеланджело. Морозильной кошки уже нету. Стрелозада нету. В общем, разбираем просто с полтычка всех. Хе-хе. Сосунища. Ладно, ребята, двигаемся с вами дальше, и у нас кто-то будет. Здесь же, по-моему, если не ошибаюсь, Белка с Шенигами, да, будет у нас разыгрываться. Это достойные персонажи. Ну что же, морозильная кошка, добро пожаловать в наш отряд. И, ребятки, естественно, естественно, на нашего Микеланджело мы будем сейчас добывать ДНК. Попробуем. Я, конечно, сомневаюсь, что у нас останется с вами сыр, на самом деле, чтобы пофармить определенный этап. Даже хотя бы с тем же самым Микеланджело. Но посмотрим, что у нас там будет. Так, вторая волна из трех. Там у нас кто? Рафаэль и Кейси Джонс. Опять же, ребят, никаких проблем не должно быть. Кто у нас здесь самое слабое звено? Самое слабое звено это Ванька Стеранко. Он 60 уровня. То есть, как минимум, еще два боя, ребята, мы сможем с вами отыграть. Без проблем. Так, что он делает? Зачем ты укрепляешь, усиливаешь себе атаку? Она тебе, парень, не понадобится. Так, третья волна заключительная. И здесь у нас Донателло и Микеланджело. Плюс морозильная кошка. Хорошо. Будем их сейчас, ребят, тоже валить налево и направо. Бумс! Морозильную кошку просто снесли. Так, бросаем бомбу за медлялку. Которая, кстати, сразу же уничтожает, да? Черепашонка. То есть, это круто. А если его еще в платиновый ранг привезти? Ох, он будет бомбашить, я думаю, ребята. Ох, будет бомбашить наш зэк. Ну что же, ДНК на Микеланджело мы с вами получили. Так, ага. Эйприл Кунаичи, ребята. Собственной персоной. Ну что же, давайте. Конечно же, ДНК на таких вот персонажей, как Шинигами, Кунаичи, Усаги. Это очень-очень, ребята, редкие. Поэтому нужно как можно дальше и максимально проходить все эти этапы, чтобы заработать все это дело. Иначе нам придется, ребят, еще года два играть, чтобы мы смогли себе всех персонажей собрать. Например, у меня до сих пор еще нет ни одного ДНК на Крэнга, вы понимаете? А мне так нужен этот персонаж. Мне нравится просто-напросто он. Вы помните, в прошлой серии мы с ними дрались. Мне так лично он зашел. Как по стилистике по своей, так и по атакам. Очень много крутого там у него. Бум, с Кейси упал. И, ну, я думал, сейчас добьют. Но не тут-то было. Так, четвертая волна, ребята, у нас заключительная. Здесь у нас кто? Сплинтер, Кунаичи и Леонардо. В принципе, такая неплохая, бравая команда, да? А у нас кто в Эйприл-то был влюблен? По-моему, Микеланджело, если не ошибаюсь, да? По-моему, да. Он же там все время за ней приударивал там. Стелился, так скажем, перед ней. Так, ну что? Ух ты, Сплинтер, какой крепкий малый-то, а? Лео, все. Ага, все. Не тут-то было, ребят. Не тут-то было. Он стоит. Он скала, он камень. Он не подается нашим нападкам. Так. Ваня Стиранко неплохо так у него отнял здоровье, да? С пулеметной дроби. Ну что? Вот теперь, ребята, будут действительно серьезные сейчас драки. Потому что уровень уже далеко не шуточный. Так, смотрим. Мы, по-моему, до Сплинтера с вами доходили, но пройти его не могли. Или же мы все-таки Шенигами не могли пройти? Я вот, честно говоря, что-то даже запамятовал. Так, здесь какой уровень? Шестидесятый. Ладно, пускай пока еще, ребят, на автобои поиграют они. Шестидесятый уровень. Это ерунда для нас, да? По идее-то. Против семьдесят первого уровня. Так. Волна просто снесла всех. Да, действительно, ребята, вы правы, что у Бакстера Стокмана, да, именно, он хорош тем, что у него две массовые атаки. То есть это Маузеров он вызывает и Смертельную Волну. У Зека только лишь одна массовая атака, но она нам дает преимущество в чем? То, что она замедляет откат на ход персонажа. То есть у них же вот эта вот шкала заполняется, и как только заполнится, персонаж начинает ходить. Когда Зек бросает свою бомбочку, она замедляется, вот это вот накопление шкалы. Соответственно, замедляется и возможность хода. Так, бомбим. Ну, на самом деле, да, Бакстер Стокмана, мне кажется, будет, именно как вот в массовых вот таких вот баталиях, да, где нужно массовый урон нанести, он, конечно, мне кажется, будет покруче Зека. Ну, ребят, вам, как говорится, виднее голосовать вам. Я, как говорится, подстраиваюсь именно под ваши голоса, несмотря на то, что мне кого-то там хочется. Я знаю, кого мне хочется, но мне интересно ваше мнение. Ох, щет! Вот это он вжарил, ты посмотри. Вот это вжарил, парнишка. Хм. Так, блин, погоди-ка, погоди-ка, вот такой расклад мне не нужен. Это, ребята, пахнет керосином, если честно. Рафаэль поставил себе провокацию. Так, ну-ка, бомбанем. Постепенный урон. Слушай, погоди-ка, маузеры помогут мне? Не знаю, ребят. Попробуем. Да какой он крепкий, а! Какой ты крепкий все-таки. Дайте, ребят, я дополнительную защиту все-таки тебе поставлю, чтобы нас тут не пробили. Блин. Так, минус Рафаэль. Тихо, тихо, по кому бомбит? Неужели по стиранке, а? Ему хана тогда будет, ребят. Так, нет, выжил пока еще. Попробуем. Да какой мимо-то? Угу. Давай пробивном. Попробуем. Даже он не помог. А так? Слушай, Кейси Джонс. Давай попробуем постепенно урон на него повесить. Не вышло, к сожалению. Твою же маковку, ребята. Ну, как вот... Да, провокатора. Нет, провокатор есть, в принципе, но от него смысла нет. Смотрите, ребят, у него здоровья очень и очень мало. Шокером. Ёлки-палки. Вот и Рахзара мы с вами потеряли. Слушай, я не знаю, стоит ли вообще суваться нам на шинегами. Да ты достал уже, а? Да чё, пробить-то его не можем, эй. Всё, упал. Офигеть. Двух бойцов потеряли мы с вами в этом раунде. Да, лучше не придумаешь. Слушай, я уже сомневаюсь, что мы сможем с вами заработать... Хе. Слушай, а почему я её называл Белочка, когда это Лисичка? Всё, ребята, действительно, уже мозги не о том думают. Блин, ещё и сыр кончился. Хотел, ребят, пойти на шинегами. Опачки, опа, пулечки, ребята. Вот что мы будем с вами фармить. Усаги против хитростей. ДНК именно на Усаги. Самый классный, мне кажется, один из самых классных персонажей в этой игре. Это Усаги. Ну что ж, друзья мои, тогда мы с вами будем закругляться. Не забываем про голоса. И увидимся, соответственно, в следующем новом выпуске. Так что всем пока, удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok